Всем огромный привет и добро пожаловать в новый влогмасс! Сегодня мы с вами начнем наше рождественское видео с изготовлением очень вкусного имбирного печенья. Также я замечу, что рецепт является очень простым, так что я думаю, что вы без каких-либо проблем сможете его приготовить сами. Для изготовления печенья вам, конечно же, понадобится мука, яйца, масло, сахар и мед. Также, чтобы это печенье было именно имбирным, а не обычным, вам понадобятся некоторые специи, такие как корица, имбирь, гвоздика. Также старайтесь покупать именно молотую гвоздику, не забывайте про разрыхлитель. Также для того, чтобы украсить наше имбирное печенье, я купила вот такие вот специальные маркеры для рисования глазурью. Также обязательно запаситесь рождественскими формочками. И давайте начинать. Кладем в кастрюлю сахар, мед, масло и затем все специи. Имбирь, корица. Также можете добавить молотый душистый перец. Затем я оставлю это на плиту и довожу до кипения. На этом этапе также добавляем разрыхлитель. Обязательно проследите, чтобы ваша смесь довольно сильно вспенилась. Дальше мы добавляем одно яйцо и муку. Замешиваем пластичное тесто. После того, как я замешала тесто, я отправляю его на некоторое время в холодильник. Пока что я распаковала свои рождественские формочки. А теперь настало время для того, чтобы подготовить поверхность для приготовления. Я разделяю тесто на две части, потому что именно так будет намного легче раскатывать его. После того, как мы раскатали тесто, берем наши формочки и здесь начинается самое интересное занятие. Но это, конечно, до того момента, пока мы не начали украшать наше печенье. Выкладываем получившееся печенье. И далее выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке примерно 12-14 минут, пока не зарумянятся края. Но обратите внимание, если у вас более тоненькое тесто, то печенье приготовится намного быстрее. Поэтому будьте осторожны, потому что некоторые печеньки у меня потемнели. И также я в дальнейшем занялась приготовлением второй партии. Получилось очень-очень много печенья. Ну и, конечно же, самое веселое, где вы можете проявить весь ваш креатив и все ваши идеи, это разукрашивание вашего печенья. И мне очень понравилось разукрашивать именно из таких специальных трубочек, потому что это было очень удобно и получался именно тот рисунок, который я хотела. Поэтому очень вам советую поискать именно такую глазурь, а не делать самостоятельно. Получилось очень-очень вкусно. При этом мне не понадобилось какое-то огромное количество времени на это. А во время декора и украшения печенья еще больше поднялось рождественское настроение. Поэтому это, пожалуй, одно из лучших занятий перед Новым годом и Рождеством. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь еще на столике лежит огромное количество других печенек, потому что все не поместились. Вышло их очень большое количество, так что можно будет уже поставлять на продажу. Также обязательно заглядывайте в инфобокс, там я вам оставила все подробности по ингредиентам и в целом по приготовлению этого печенья. Ура! всем огромный привет друзья сегодня мы с вами продолжаем нашу серию блог массов и приехали мы сегодня с вами очень классный магазин игрушек если вы смотрели фильм один дома я думаю что вы обязательно его смотрели это один из главных новогодних и рождественских фильмов то там главный герой пошел в магазин игрушек и в чехии находится один из таких очень похожих магазинов как был в этом фильме и сегодня он наконец-то открылся потому что в чехии до этого были ограничения нельзя было ходить в такие магазины торговые центры сейчас наконец-таки мы это сделать можем поэтому мы с вами отправимся в этот магазин за хорошим настроением еще как такая справка сегодня в праге впервые за зиму хотя она только началась конечно выпал снег это очень здорово очень классное впечатление ощущения так что с такой приятной классной зимней ноты мы начинаем с вами новое видео добро пожаловать смотрите как красиво украсили ту лица называются на пшекопе и вот тот самый магазин куда мы с вами идем мне очень нравится вот эти вот милые игрушки они очень-очень мягкие не так как-то специально и называются супер-супер мягкие это супер софт игрушки они очень приятны на ощупь здесь кстати везде на вот таких вот как этикеточках где ценники должны быть нарисована прага вот это очень классная горка из нее можно скатываться даже взрослым и конечно же повсюду встречается кротик герой одного из чешских мультиков очень известного кстати я его в детстве очень часто смотрела вот 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 Сейчас появилась новая коллекция Барби Где она не обязательно должна быть супер стройной Есть более такие пышные девушки Есть даже вот такие варианты То есть детей сразу учат, что есть разные люди И не должно быть каких-то определенных стандартов Здесь целый огромный отдел с конфетами А это пицца из конфеток Конфетки из Гарри Поттера с разным вкусом Может попасться что-то вкусное, а может абсолютно нет Также продаются волшебные палочки и много-много всего Даже лягушкам Смотрите, здесь есть вот такой вот столик для детей Где они могут написать пожелания на Новый год Только здесь дети пишут пожелания не Деду Морозу или Санта-Клаусу А маленькому Иисусу То есть, как вы понимаете, более религиозно с этой точки зрения Хотя Чехия, конечно, я бы сказала, самая неверующая страна, наверное, из Европы Продаются даже вот такие игрушечные пражские трамвайчики Продолжение следует... А мы с вами едем на второй этаж На втором этаже магазина помимо игрушек Также разместили различные игровые автоматы для детей Раньше их там не было И вот этой зимой магазин презентовал такую новую опцию для детей И я сразу же вспомнила, как раньше я тоже в детстве любила ходить и играть в разные игровые автоматы Я помню, тогда давали какие-то специальные билетики, если ты побеждал в игре И потом в конце, когда ты уже обошел довольно большое количество разных таких автоматов Ты мог поменять это на какую-то игрушку В зависимости от того, сколько ты выиграл Здесь, конечно, не совсем та же самая логика Здесь ты просто платишь за каждую игру и получаешь удовольствие от этого Субтитры делал DimaTorzok На улице уже стемнело Теперь можно посмотреть все яркие гирлянды, украшения Уже в более темной обстановке Чтобы это было все лучше видно Посмотрите, какой красивый бантик Теперь вы видите его в темноте Итак, мы с вами уже вышли из магазина игрушек Надеюсь, вам понравилось и подняло настроение А сейчас мы с вами еще заглянем на Старомневскую площадь И посмотрим, как выглядит елочка уже в вечернее время Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь сейчас вовсю продают горячее вино По-чешски это называется сваржак Кипр-дельники в том числе Субтитры делал DimaTorzok Вот этот дом буквально недавно открыли после реставрации Очень красиво выглядит Но надо сюда прийти еще в более светлое время И вам снять А так здесь украсили уже всю Вацлавскую площадь Очень красиво на всех деревьях гирлянды Там впереди дальше стоит елочка И Национальный музей Очень красиво подсвечивается Все создает очень рождественское настроение И да, сегодня выпал первый снег Вот какие-то его остатки Можно даже чуть-чуть похрустеть В сугробах Хоть и небольших Но это все создает очень сказочное настроение Так что будем ждать с вами Новый год, Рождество Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, наше с вами видео подходит к концу Надеюсь, что оно вам очень понравилось Вам было интересно Вы даже почувствовали себя детьми На какое-то время Потому что магазин игрушек Мне кажется, это самое такое завораживающее место Для всех нас Так что я сейчас нахожусь на Вацлавской площади Здесь играют музыканты И вообще очень классная рождественская атмосфера Так что надеюсь, что я вам ее передаю через экран Желаю вам всего самого наилучшего Обязательно подписывайтесь на канал И ждите новые рождественские влоги А на этом будем с вами прощаться И пока-пока Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok